Тайны 20 века До 15 лет лишений свободы вы могли получить, если бы пленка с этими кадрами попала к вам в руки в 1980 году. Это сверхскорострельные пушки с литерами ГШ в названии. Долгое время были под грифом «Секретно». Уникальные кадры их испытаний вы видите впервые. Конструкторы этого оружия являются национальным достоянием России. Когда я слышу рев своей пушки, имею ввиду нашей пушки, то через некоторое время я замечаю, что на моем лице так дурацкая улыбка блуждает, которая бывает от неосознанного наслаждения. Я бы вам сказал, лучше нет ничего на свете, как проектировать скорострельное оружие, стреляющее 50, 100, 170 выстрелов в секунду. Увлекательное дело. Аркадий Шипунов и Василий Грязев. Генеральные и замгенерального. Еще никто не видел их вместе. Есть им и между, даже нами бывает соревнование, потому что кто-то хочет предложить лучшее решение. На Западе им сулили миллионы долларов, но они остались в России. Каждое их слово имеет вес золота. Аркадий Шипунов и Василий Грязев впервые рассказывают о себе сами. Оружие само по себе опасности не представляет. Оружие всего лишь средство. Такое же, как камень или простая палка. Человеческий гений превратил их в предметы для убийства. И за столетий довел их до совершенства. Но одно осталось неизменным. Оружием управляет воля человека. И только от него зависит, во зло или во благо будет направлено его действие. Скорее всего, подавляющее большинство из шести миллиардов жителей Земли мечтают об одинаковых и, в общем-то, простых вещах. Тепло, свет, вода, еда. Но убийство всего одного человека, австрийского эрцгерцога, привело к Первой мировой войне. А падение двух небоскребов поставило человечество на грань третьей. Более 140 локальных конфликтов официально зарегистрированы ООН. Около 25 тысяч человек погибает в Соединенных Штатах от огнестрельного оружия ежегодно. Мир словно сошел с ума. Вы знаете, что есть сейчас мировая система безопасности? Ну, спрашивается, вот можно признать, что она действует эффективно? Пока так сказать нельзя, да? Потому что мы малоинформированы, если взять локальные войны, они бушуют, значит, по всему миру. И они бушуют не от того, что есть оружие, а от того, что люди не хотят признавать права других людей. За всю историю человечества истребление друг друга приобрело свои ритуалы и законченную форму. Изощренная фантазия человека придумывала такие немыслимые орудия убийства, как маленькая булавка, покрытая смертельным ядом, или атомные бомбы, которые за мгновение уничтожили более ста тысяч человек в Хиросиме. Стремясь сделать оружие более смертоносным, человечество наметило даже соревновательные моменты. Одни изобретатели придумывали все более страшное оружие, а другие защиту от этого оружия. Но человек, гражданское лицо или солдат на войне, несомненно, не стал от этого более защищенным. Представьте, что кто-то имеет оружие, которому противник просто не может противостоять. Новое оружие. Ну, скажем тоже, что американцы там упражнялись в Афганистане или ранее того там в Ираке, в Югославии. Ну, противник не может противостоять, потому что американцы применяли новые виды оружия. И новую тактику использования этого оружия. А у тех такого оружия не было. Выигрывает тот, кто первым придумает и первый применяет. На войне опасность подстерегает людей повсюду. И именно поэтому на войне приходится постоянно иметь при себе личное оружие. Особенно командирам, разведчикам и снайперам. Ведь именно их в первую очередь стремится уничтожить противника. Для них личное оружие, как зубная щетка или свитер в морозную ночь. На войне личное оружие является предметом первой необходимости. Крайним средством самозащиты. Проверка документов. Нет документов. А где они? Терял. Где потерял? Так. Давай, влазь, надо разбираться. Давай. Давай, влазь. Пистолет это личное оружие индивидуального ношения, от умения владеть которым зависит жизнь сотрудника. Йосиф Линдер один из немногих людей в мире, к мнению которых одинаково прислушиваются секьюрити всех континентов. Линдер виртуозно владеет оружием сам и учит этому сотрудников спецподразделений. В прохождении зерного проема необходима поддержка минимума трех стволов. Здание имеет достаточно сложную архитектуру, поэтому приходится обращать внимание, как на верхний, так и на нижний. Обязательно, чтобы в прохождении зерного проема столового оружия не выступал и не выдавал туда. Работа с оружием у нас, как правило, происходит в помещении. Это замкнутые пространства, узкие коридоры маленького типа комнаты. То есть там, где помещение не позволяет использовать длинноствольное оружие. Облик современного пистолета формировался столетиями. Опыт за границей имел кое-какое влияние на российское оружие, но был органично пересмотрен, и оружие приобретало новые, более ценные качества. Система оценки качества на Западе и в России разная. Именно поэтому мы выигрываем в надежности. С 1712 года, вот уже почти 300 лет, оружие изготавливается в Туле. Именно в этом городе и были заложены основные традиции русского оружейного тела. Мы решили задачи, которые реально ставила армия. Мы создали организацию, направление, которое обеспечило и сейчас обеспечивает превосходство. Помните, как император Николай Павлович в Левше сказал, глядя на английскую блоху? Не помните, да? Слабо знаете классику. Он сказал, превзойти. Правильно? Вот, так мы оказались вот те самые молодцы, которые по приказу. Значит, естественно, страны, скажем так, в общем виде, превзошли и подковали. Значительным событием в истории русской армии стало принятие на вооружение в 1895 году револьвера конструкции бельгийского оружейника и коммерсанта Леона Нагана. Существует семейная легенда про брата моего прадедушки Леона Нагана. В 1897 году переговоры по поводу поставок оружия царской армии были в самом разгаре. Однажды Леон Наган ждал во дворце аудиенции царя. Скучая в ожидании приема, он приоткрыл дверцу, как ему показалось, шкафа и увидел там вооруженного стражника. Со всеми своими изобретениями в области оружия семья Наган имела успех только в России. Несмотря на то, что впоследствии револьвер системы Наган производился во многих других странах, там Наганы не были известны. В сущности, именно Россия дала им возможность заявить о себе. За три недели до начала Первой мировой войны силу закона получила большая программа по усилению армии. Было изготовлено почти полмиллиона револьверов Наган. Но программа опоздала. Исходом Первой мировой стала Октябрьская революция. Революция незначительно повлияла на тульских оружейников. Врагов у Новой России было предостаточно. И уже в 1927 году в Туле было создано конструкторско-проектное бюро стрелкового оружия ПКБ. В этом КБ трудился ростовский казак Федор Васильевич Токарев. Именно здесь был создан знаменитый пистолет ТТ Тульский Токарева. Они сюда не ушли, да? Он идет за самая деревня. На самой деревне. На самой деревне, правильно? Да. Хорошо. Ну, теперь, да, я сам пойду. ТТ выиграл полигонные испытания у хваленных немецких Браунинга и Парабеллума. Но генералы от революции, бывшие герои гражданской, принимали решение о приемке единолично. Так, например, по личному настоянию Семена Буденного, Токарев был вынужден отказаться от автоматического предохранителя, который позволял вести огонь практически мгновенно. Стрелки-испытатели так свыкли с револьвером Наган, что не замечали его недостатков. Страшно повторились события почти 25-летней давности, события 1914 года, когда указ о повышении боеготовности вышел за несколько дней до начала войны. Группа наших конструкторов там еще до войны делала танк Т-34, который существенно отличался от официальной концепции. Кошкина я не знал, а Кучеренко, Морозов Александр Александрович, я знал, когда они делали этот танк, отрабатывали и не выходили днями и ночами из цехов, из полигона не вылезали. Я не думаю, что они думали о чести и славе. Нистовая работа конструкторов вдохновляла молодых оружейников. Была им суровой школой. Но, безусловно, в первую очередь они думали о солдатах на передовой, которые сражались с врагом на пределе человеческих возможностей. Началась война, и я пошел в разведорганы. Мои ребята сначала скептически относились к тому, что я всегда носил этот пистолет. Носили мы его всегда не как носили командиры на поясе, в каборе, а мы носили его вот сюда вот. Сделал здесь специальный кармашек, которым этот пистолет был, чтобы можно было в любое время его выхватить и действовать в ближнем бою. ТТ получил наше короткое прозвище «Товарищи». А товарищей в беде никогда не подведет. Отходящих разведчиков травили специально натасканными на людей собаками-убийцами. Надежность личного оружия была жизненно важной. Когда собака бросалась на тебя, ты допускал собаку, чтобы она тебя схватила за руки, ты спокойно доставал пистолет и стрелял ей или в грудь, или в пузо. В истории бывают удивительные коллизии. В начале войны старейший в России оружейный завод выпустил лишь 500 пистолетов. Хотя в то же время производство пистолета в ТТ в стране достигало свыше 100 тысяч в год. Сам Федор Васильевич Токарев получил мировую известность именно благодаря пистолету ТТ, хотя это было не главное его достижение. За снайперской винтовкой его конструкции, известной под названием «самозарядная винтовка Токарева» СВТ, немцы устраивали настоящую охоту. 18-летний Валерий Самохин, командир отделения разведки, воевал с пистолетом ТТ на передовой уже второй год, но он даже не знал, как зовут Токарева по имени-отчеству. А в далекой Туле никому пока еще не известный 14-летний Вася Грязев, в будущем гениальный конструктор, собирал свою первую оружейную коллекцию, среди которой был естественный ТТ. Это определило его путь на всю дальнейшую жизнь. У меня, например, на вооружении был пистолет ТТ, пистолет ТК Тула-Коровин 635, Парабеллум, револьвер Наган, Маузер 635, третий номер немецкий. Русская трехлинейная винтовка. Правда, без приклада, ствол один и затвор, но стрелять можно. В нашем доме была всегда канонада. Она нас выдавала с головой, поэтому часто ходили стрелять в бомбоубежище. Именно Василию Грязеву впоследствии было суждено стать конструктором и стоять у истоков российского управляемого вооружения. Начальная буква фамилии Грязев стала первой в грозной аббревиатуре ГЭША. Эти авиационные зенитные пушки до сих пор никто не может превзойти в мире. 95% малокалиберных пушек, размещенных на российской технике, он создал вместе с Аркадием Шапуновым. Но пистолеты в жизни Василия Грязева всегда были его особой любовью. Это был 50-й год, 51-й год. В те времена, вы знаете, исторически были приняты два образца сразу на вооружении нашей армии. Пистолет Макарова и пистолет Стечкина. Я услышал от Аркадия Юрьевича более чем такую практическую мысль. Он сказал, не может быть, что можно было сделать сразу после принятия двух таких распрекрасных образцов. Что-то новое. И вот это вот практическое такое соображение, оно на меня подействовало, я бы сказал, фатальным образом. Я забросил на 50 лет пистолет вообще. Война продолжалась. Теперь она перешла в область конструкторской мысли. Война, став холодной, не потеряла своего накала. Существенно возрастала роль разведки и контрразведки. И для тайной ликвидации особо опасных шпионов туликам было дано задание сконструировать особое, бесшумное, сверхсекретное оружие. Появилась необходимость создать, закамуфлировать, так сказать, оружие. Был сделан уже стреляющий, как мы его называли, портфигар. Большое начальство появилось, ну, я рассказал, показал, все. Ну, разговор пошел о том, а как, значит, слышно будет этот выстрел. И, ну, в принципе, вот звук закрытой книги. Вот если хлопнуть вот так вот к нему, ну, я говорю, давайте попробуем. Он достает том, какое это дело, я не знаю, значит, вот такой примерно толщины, ну, как календарь годичный. Значит, поставили на стул, значит, ну, вот, говорит, ты стреляешь в него, а мы в коридоре постоим. Ну, они вышли в коридор, я зарядил, значит, сделал три выстрела, слышал, они там разговаривают, курят, значит, потом открывается, ну, и что, стреляют? Ну, это когда? Я говорю, отстрелял. Значит, они говорят, мы не слышали. Я говорю, вот дырки. Игорь Яковлевич Стечкин не дожил всего нескольких дней до 50-летия своего главного детища, автоматического пистолета АПС. Автоматическим пистолетом Стечкина уже более 50 лет вооружены сотрудники КГБ. На войну конкретную какую-то, ну, естественно, я возьму Стечкин там. Это без вопросов. Он намного превосходит все те виды вооружения, которые сейчас есть у нас, которым мы пользуемся. 50 лет его использует охрана первых лиц нашего государства. Но развитие и широкое распространение бронежилетов в конце 20-го века стало выдвигать свои требования к оружию. Бронежилеты – это новые проблемы для пистолетов. Они оказались бессильны. Ну, это известные соревнования. Снаряды и брони. В 1992 году Министерство обороны объявило конкурс на создание нового пистолета для армии. Но тулики по собственной инициативе создали и испытали пистолет, который шокирует оружейников всего мира даже по результатам испытаний. Юношеской мечте Василия Петровича Грязева суждено было сбыться через долгие 50 лет. Мы предложили не просто еще один пистолет. А это пистолет, который обладает свойствами новыми, которые отсутствуют во всех существующих. Это сделать очень непросто. Эта область такая хорошо истоптанная, исследованная, измызганная. И тут предложить что-то новое вообще очень сложно. Вот этот пистолет на дальности 15 метров пробивает 8-миллиметровый стальной лист. И таким образом любой бронежилет, в том числе тяжелый. Уникальные кадры из испытаний вы видите впервые. Изделия Тульских мастеров последнего поколения, ВШ-18, имея общий вес менее чем у Макарова, имея более чем в 2,5 раза больший комплект, демонстрирует великолепные пробивные способности. Были мы и в Чечне. Значит, условия, имеют условия, так скажем, в которых он использовался. Это была большая влажность, сильная запыленность, значит, перепады температур были от плюс 20 до минус 19 в горных условиях. Этот пистолет не дал ни разу осечки и не было никаких отказов. Таких жестких условий эксплуатации и испытаний нет нигде в мире. Давние традиции тульских оружейников получили новое потрясающее развитие, сохранив главное качество. Люди, прошедшие войну, они знают цену жизни. Следовательно, они и любят, и уважают новое оружие, потому что она спасает жизнь бойцу. Тулики начали с кузей и кремниевых пистолетов в 1712 году, а продолжили пушками, ракетами и управляемым вооружением. Тульский ПМ состоит на вооружении еще в 14 странах. Только в России было выпущено более 5 миллионов пистолетов ПМ. По сути дела, истории Тулы это и есть вклад в безопасность российских солдат и граждан России. Именно жесткость испытаний, почти 300-летние традиции государственного изготовления оружия, творческий гений российских конструкторов позволяет быть уверенными в безопасности нашей многострадальной Родины, на долю которой в 20 веке и так выпало слишком много страшных испытаний. Их необходимо избежать, повышая боеготовность армии и флота, создавая новые, еще более современные образцы вооружений. Наверное, это мое последнее призвание. Оно, к счастью, было и первым. Я ему никогда не изменял. Наверное, нет оснований в дальнейшем что-то менять. Композиторов много кончает консерватория. А опер что-то пишет мало кто. Ну и так же, значит, у конструктора. Академия 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 Оружие само по себе опасности не представляет. Оружие всего лишь средство. Такое же, как камень или простая палка. Человеческий гений превратил их в предметы для убийства и за столетия довел их до совершенства. Но одно осталось неизменным. Оружием управляет воля человека, и только от него зависит, во зло или во благо будет направлено его действие. Продолжение следует... Продолжение следует...